На этом уроке мы продолжим применять фильтры к нашим клипам. Мы научимся сохранять пакет фильтров в папке «Избранные» для дальнейшего применения. Мы научимся применять фильтры пакетно к множественным фильтрам, и в конце мы узнаем, как быстро убрать все фильтры, которые мы только что применили. Я возвращаюсь к секвенции, с которой мы уже работали. Европейские пейзажи и морской причал. Я остановился на сепии, и теперь мне хочется применить этот фильтр ко всем остальным клипам секвенции. Но прежде чем я это сделаю, я хочу добавить еще один, финальный штрих. Я открываю фильтры и использую виньетку. Сейчас я подправлю немножко значение блюра по краям, чтобы эффект не бросался так сильно в глаза. На мой неискушенный взгляд, все замечательно. Мне осталось, чтобы соседний клип и все остальные приобрели точно такой же вид. Для того, чтобы применить эффекты соседнего клипа, я захожу в меню «Edit» и выбираю команду «Копировать». Клип, откуда я собираюсь скопировать два фильтра, должен быть обязательно выделен. Теперь я кликаю на клипе, в который хочу вставить фильтры, правой кнопкой, и выбираю «Скопировать атрибуты». Final Cut предлагает выбрать, какие именно видео и аудио атрибуты я хочу скопировать. Большая часть из них мне недоступна для копирования, но один атрибут, а именно фильтры, я могу выбрать. Это я сейчас и сделаю. На этот раз я не буду специально проверять. Вы можете просто поверить мне на слово. Два фильтра, ровно в том виде, в котором они применены к последнему клипу, только что скопировались на этот клип. Но одно дело копировать фильтры и вставлять в один клип, и совсем другое проделать это по отношению к еще четырем, а может быть, 44 клипам. Как всегда, мы можем воспользоваться коротким путем и сохранить наши фильтры в папке «Избранное». Мы уже умеем это делать. На этот раз мы сохраним сразу несколько фильтров. Я захожу во вкладку «Эффекты». В бене «Избранное» появилась новая папка, в которой имеются два фильтра – «Сепия» и «Виньетка». Папка получила название вслед за названием секвенции, с которой я работаю. Теперь все, что мне нужно для того, чтобы применить оба фильтра к следующему клипу, это перенести папку на клип. По той же схеме я выделяю несколько клипов, которым хочу применить фильтры, и перетаскиваю на них папку с фильтрами. Все клипы выглядят одинаково, и все это я сделал одним поворотом мышки. Теперь пришло время также быстро избавиться от всех фильтров, которые мы только что применили. Если вам нужно удалить только часть примененных фильтров, вам придется делать это вручную в отношении каждого клипа. Но если вы хотите просто вернуть клип к первозданному состоянию, то я покажу вам, как это можно сделать. Я выделяю клипы, с которых хочу убрать все фильтры, кликаю правой кнопкой и выбираю команду «Убрать атрибуты». В появившемся меню я выбираю фильтры. Теперь все мои клипы выглядят точно так же, как в самом начале, то есть совершенно никаких фильтров.